Здравствуйте, друзья! Меня зовут Равиль Бекмамбетов, я из Майкопа. Работаю гидом-проводником по Лаганакскому Нагорю. Мы находимся в горной Адыгее на границе с Краснодарским краем. Визитная карточка этого района, безусловно, Фишташенский массив. Многим любителям горного туризма известна гора Фишт. Но сегодня я хочу вам рассказать об уникальном мире карстовых пещер. Мир полон чудес, созданных природой. Порой мы видим их каждый день и привыкая перестаем замечать. Но все-таки есть места, способные поразить нашего воображения. Лаганакская Нагория – это территория около 700 квадратных километров. Когда-то очень давно сушу этих мест покрывали воды океана Тетис. Природа создала все условия для развития карстовых форм на Кавказе. Мощные многометровые слои осадочных пород в этих краях залегают от 300 до 800 метров вглубь земли. Многие путешественники даже не подозревают, что здесь, под ногами, находится удивительный сказочный мир, доступный для человека. Мир со своей морфологией, со своим климатом, водами, отложениями, животными и растениями. Если доверять специалистам, нам известна лишь малая часть подземного мира. Абсолютно неизведанными остаются порядка 90% спелеобъектов. А то, что мы знаем, изучили максимум процентов на 10. Возраст данной пещеры – около 2 миллионов лет. Процесс образования полости начался еще вдоль ледниковой береги. Вы постараетесь представить, здесь когда-то протекал небольшой подземный ручей. А на поверхность земли залегал ледник. И вы представьте, однажды ледник стал таять. Основные водотоки увеличили этот ручей до размеров большой реки. До реки с гигантскими водоворотами и завихрениями, которые стало в процессе вымывать все эти полости. Водоснабжение изначально в пещере было сифонное. Вода занимала всю полость 100%. И только после того, как был закончен ледниковый период, тут постепенно стало появляться воздушное пространство, начался рост натечных образований. Элементарная форма убранства всех карстовых пещер – это сталактиты. Они растут со свода в пещер. Снизу, навстречу с сталактитом, растут сталагмиты. Когда они срастутся, они создают сталагнаты. Один сантиметр натечного образования в пещере растет в среднем 100 лет. Путешествуя где бы то ни было, обязательно абстрагируйтесь. Поверьте, все пещеры уникальны, индивидуальны. В каждой пещере свой характер, своя история и есть дух. Если вы из тех, кто предпочитает видеть чудеса света не только из окна экскурсионного автобуса, вам сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok